Виталий, приветствую тебя! Традиционная сессия, скажем, обсуждения финансовых рынков с тобой по вторникам. Проводим анализ для наших подписчиков, для всех тех, кто следит за нашим совместным контентом. Ну что, эта неделя уже не так много макроэкономических отчетов из США. Пожалуй, наверное, только лишь на розничные продажи с первичными заявками можно будет обратить внимание. Но есть новостной фон, интересный по другим регионам и, соответственно, по другим валютам. Поэтому я думаю, что точно будет что обсудить. Так, кстати, хотел спросить, прежде чем начать, именно ты очень часто делал акцент на американский фондовый рынок. Не теряешь ли ты еще энтузиазма касательно роста S&P, NASDAQ? Ждешь ли круглые планки уже, в частности, по S&P? Это 6 тысяч пунктов. Просто буквально пару слов, комментариев относительно общих настроений на рынке. Итак, приветствую всех. Ну, по фондовому рынку я уже, как пробили мы вот эти максимумы на прошлой неделе, то я уже перевернулся на покупки и дальше, в принципе, жду дальнейшего роста. Я даже смотрел по акциям, таким как Apple, Facebook и Nvidia. У них очень сильные такие накопления, и они где-то в ближайшее время должны сильно расти. И поэтому, я думаю, это будет тянуть NASDAQ и S&P очень сильные и Dow Jones наверх. Поэтому жду дальше наверх. Понял. Так, ну что, давай тогда пробежимся по основным инструментам. Так, один момент. Начнем с меня. И с индекса доллара. Текущей котировки 103 пункта. Доллар растет, продолжает расти. Это развитие восходящей динамики, как следствие выхода данных по Non-Farm Parals и уже отчетов по инфляции с прошлой недели. Потому что, несмотря на снижение основных показателей, базовые индексы, что промышленная инфляция, что основные потребительские цены, все же дают уже обратное движение. Мы видим даже локальное восстановление этих индексов, что еще больше повлияло на рыночный настрой относительно будущих действий американского регулятора. Я в целом считаю, что ралли, которое мы видели по индексу доллара, несколько затянулось. За последнее время прям нужна коррекция. Тем более, что растем на более чем очевидных вещах. Ну, сколько можно. И в целом я придерживаюсь с точки зрения позиции, что, в конечном счете, смягчение американской монетарной политики должно быть причиной других рыночных настроений. В ноябре, в декабре ставку снизят. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. А если еще и октябрьские данные по Non-Farm Parals преподнесут снова негативный сюрприз, то на рынок может вернуться идея того, что Федрезерв согласует более агрессивное смягчение монетарной политики, например, под конец этого года, либо в начале следующего. Ну, общий тренд по индексу доллара. Сейчас, да, признаю локальное восходящее движение, но, на мой взгляд, нужно уже этот инструмент корректировать, нужно уже способствовать развитию нисходящей динамики. И я придерживаюсь прежнего медвежьего взгляда. Так, рынок нефти. 74,64 доллара за баррель. Очень интересная и волатильная сессия в начале недели, даже несмотря на низкую ликвидность из-за дня Колумба. Скажем так, облегченную ликвидность. Сегодня, конечно же, рынки уже в полном составе, движения, на мой взгляд, могут быть более интересными. По поводу фундаментального фона. Честно говоря, очень много сейчас причин, по которым нефть можно шортить. И на своем брифинге я рассказывал, это и намерение в страну ОПЕК. Поднятие производства нефти с декабря на 180 тысяч баррелей в сутки. Это относительное снижение геополитических рисков. Тем более, что, надеюсь, что Иран не столкнется все-таки с агрессивной атакой и ответной реакцией со стороны Израиля, результатив которого будет, как ранее отмечали, или может сильно пострадать нефтяная инфраструктура. Но вот, кстати, на рынке сейчас идея о том, что снижение вчерашнего дня основного, но как раз стало следствием того, что появились первые признаки деэскалации. Я надеюсь, что в конечном счете не будет пройдена точка невозврата в этом конфликте. Другие факторы давления – это статистика по Китаю, по инфляции, снижение индекса потребительских цен, что отражает снижение потребительской активности. То же самое восстановление американского доллара – негативный фактор прогноз администрации инотической информации о том, что спрос на нефть в следующем году снизится на 300 тысяч баррелей. И никак не могу обойти стороной рыночный ассентимент, потому что сейчас, согласно индексу настроения Markets, толпа находится в длинных позициях, причем это не просто толпа, это больше 80% трейдеров. И в этой связи, я думаю, что путь наименьшего сопротивления и наиболее вероятностный ориентир для достижения в качестве цели – это уже возвращение в район 70 долларов за баррель. Вот предлагаю рискнуть, поставить на более глубокую коррекцию и ждать тестирования многомесячного минимума на том уровне, который я уже обозначил. Если кому-то интересно WTCI, то допускаю, что из-за высокой степени корреляции между этими инструментами, также можно ожидать минус 4-6% нисходящего движения. Американский фондовый рынок 5908. Я также придерживаюсь мнения, что американский, или, скажем так, индекс широкого рынка США, доберется до отметки 6 тысяч пунктов, и этому будет способствовать смягчение американской монетарной политики. Я раньше, кстати, опасался, что доходность американских облигаций, которые остаются очень высокими, не позволит покупателям развить вот это восходящее движение. Но, судя по всему, рынок облигаций сейчас не конкурент, поскольку инвесторы видят, как легко, просто и быстро можно заработать с рисковыми инструментами, может быть, даже еще и на фоне текущего сезона квартальных отчетов, которые обещают быть довольно-таки неплохим. Я сохраняю исключительно оптимистичный настрой. Это характерно не только для S&P, и для NASDAQ тоже, и для Dow Jones. Но S&P уже на исторических максимумах. NASDAQ пока еще чуть не достал, но думаю, что в ближайшие недели это тоже сделает. Так, еще хотел подсветить пару доллар-канадиц из-за устойчивого восходящего движения. Если анализировать дневной таймфрейм, это как раз текущий график, рост продолжается уже 10 торговых сессий подряд. 1,38-10 текущей котировки. Сегодня у нас на повестке очень хороший фундаментальный отчет, триггер для канадского доллара, это данные по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится в Канаде с 2% до 1,8%. И, конечно же, снижение инфляции должно тут же вернуть на рынок идею того, что Банк Канады все же снизит процентную ставку на 50 байсных пунктов, как обещал Тифф Маклим еще 3 недели назад. Я, кстати, очень рассчитывал на то, что данные по канадскому рынку труда, которые вышли в пятницу, будут достаточным фактором поддержки для пары и негативным моментом для канадского доллара. Но, к сожалению, статистика оказалась лучше, чем я ожидал. Сейчас по инфляции, думаю, что сюрпризов уже не будет, поэтому смело можно здесь держать длинные позиции и в качестве целевого ориентира предлагаю смотреть на уровень 1,39-1,39-2,5. Вот там уже можно будет фиксироваться. То есть больше ста пунктов восходящего движения еще можно взять на таком однозначном, однонаправленном тренде. Это как раз та самая ситуация, когда рынок просто раздает деньги И нужно присоединяться к этой возможности и ни в коем случае ее не игнорировать. Виталий, на этих инструментах остановлюсь. Давай слово передаю тебе. Ну, по поводу нефти я с тобой согласен. Диэскалация на Ближнем Востоке. Поговорили между собой, договорились кто-то с Штатами, кто-то еще с кем-то, что не нужно бить, потому что не только, скажем, Израиль может по нефтяным точкам побить, и Иран тоже может хорошенько побить, что мало не покажется. Поэтому посмотрим. Хотя перед выборами в США кто-то на кого-то играет, может быть всякое. Поэтому нужно держать руку на пульсе и быть осторожным. И учитывая, что нефть очень волатильная. На текущий момент я еще тоже на прошлой неделе рассматривал снижение на диэскалации, потом спекулятивно снова рассматривал лонг. Но сейчас рассматриваю вариант того, что все-таки мы дальше будем падать, и не только 70 долларов за баррель, а если так в среднесрочной перспективе, то можем там и на 60, на 50 пойти. Потому что у нас, если глобально оценивать график нефти, то у нас получается, что вот это движение, которое было в 2022 году, вот здесь падение, и у нас вот такой большой флет, боковик. И с этого флета, по идее, мы должны выйти вниз на 50. То есть вот я так вижу. Поэтому несрочно обязательно ставить стопы, потому что все возможно, особенно для тех, кто и покупает ее, как ты говоришь, 80% клиентов. Потому что если мы провалимся, то маржин кола будут. Дальше, по поводу S&P. В прошлый раз я думал, что S&P сделает более сильную коррекцию. Я спекулятивно здесь рассматривал шарты, но говорил, что если мы пробиваем вот этот уровень сопротивления, мы его пробили, закрепились, то только тогда можно рассматривать покупки. И я уже на этой неделе потихонечку там и акции советовал покупать, и NASDAQ, и S&P в своих обзорах. Поэтому дальше, я думаю, что стоит этот инструмент покупать. У нас причины какие. Ну, ты назвал это снижение ставок от ФРС, да. Но я бы добавил еще две основные причины. Это buyback, да, очень сильные, которые запланированы в компаниях. И это является, я считаю, основным триггером роста, скажем, фондовых индексов. И второе, это получается у нас, как это сказать, ну, в принципе, прошли вот эти все форс-мажорные моменты, которые были в штатах Флориде, что там ураганы вот эти все, и они, скажем, не такие сильные, как ожидалось. И поэтому это тоже позитивный такой момент на рынке. Но чем ближе, скажем, к выборам, да, я бы был осторожным, потому что, вот я вспоминаю предыдущие выборы, даже позапредыдущие выборы, когда Трамп победил, и я сейчас думаю, что он тоже, скорее всего, победит. Он в последнее время достаточно хорошие очки набирает. Нужно быть аккуратным на рынках, там будут такие движения, что мало не покажется. Да, можно на этом однозначно и заработать, но такие могут быть шпильки, и даже такая низкая, скажем, быстрота движения, что даже стоп-лоссы не сработают, это нормально. И дальше не нужно жалеться, что, вот, там не сработали стоп-лоссы, брокер плохой и так далее. То есть это нормальная практика. Поэтому это покупаем. Дальше, что еще хотел отметить. Я очень сильно настроен по фондовому рынку на ближайшие несколько недель и настроен по рынку криптовалют. Я уже записывал несколько обзоров и таких по поводу того, что я рассматриваю, что биткоин, эфир, они будут очень сильно расти. И вот эта коррекция, которая у нас длится уже более чем полгода, она, скорее всего, закончилась. И мы дальше будем очень сильно расти, обновлять вот эти максимумы, которые у нас были в текущем году весной, и двигаться туда на 80 тысяч и, возможно, выше, в район 100 тысяч плюс-минус. Поэтому сейчас есть хороший потенциал закупать биткоин. Эфир аналогично. В эфира здесь, получается, очень хорошие цены, потому что у нас пик был 4 тысячи весной. Сейчас у нас 2 тысячи с копейками. Я еще начинал там 2 300 откупать. То есть как минимум можно 1 икс сделать и, возможно, и выше. Плюс, чем еще позитивно крипте, если все-таки Трамп победит, оно какое-то время будет на позитиве, потому что он как бы обещает сделать там более продвигательный криптовалют. Но обещание это такое. Дальше, я думаю, там все нагнется. Поэтому настроен очень-очень позитивно на счет рынка криптовалют. Вот, дальше, по поводу металлов. Вот здесь я настроен, как и в прошлый раз, негативно. Причина. Во-первых, технически, вот мы с тобой когда общались в прошлый раз, я говорил, что здесь, скорее всего, будут немножко продавливать золото. И мы его на прошлой неделе продавили. Там спекулятивно немножко можно было заработать на этом движении. И на текущий момент, как вариант, то есть, что это была вся коррекция. Мы дальше будем только расти. Но я не сильно уверен в этом. Я больше склоняюсь к тому, что я бы здесь дальше рассматривал спекулятивно шарты. И пока мы ниже снова, вот тот же уровень, 2.670. Ниже него я бы дальше пробовал спекулятивно шарты. С целью прошлой недельной минимум 2.600 и, возможно, ниже. То есть, здесь, возможно, золото любит делать такие двойные вершины. То есть, вот, по примеру, несколько было. Вот здесь, к примеру, да, одна вершина. Мы потом росли, вроде бы, дальше рост, но снова скид. Поэтому спекулятивно я рассматриваю шорт. Плюс вот эта вся диэскалация в мире, она немножко поутихла. Это, во-первых. Во-вторых, нужно немножко разгрузить вот этих всех быков, как вариант. Поэтому пока я спекулятивно за снижение металлов. Ну и что? Рынок Форекс. Рынок Форекс. Евро. Вот я вчера на своем обзоре, что на своем канале, что на канале Markets загружал обзор и говорил, что вот это движение по индексу доллара, рост и евро доллара, я думаю, что оно не закончено. Я делал ориентир на такую пару, как доллар-франк. И я ее вчера в обзоре советовал покупать. И мы неплохо вчера выросли. И вообще, если смотреть на доллар-франк, то он показывает, возможно, даже такое более сильное движение наверх. А если интерпретировать доллар-франк и евро-доллар, и там индекс доллара, фунт-доллар, то, скорее всего, что доллар очень сильно будет расти еще в ближайшее время. Возможно, что-то там в четверг будет большой блок статистики по штатам, ЕЦБ будет ставка понижения. Возможно, что-то поменяется. Но пока я вижу только укрепление доллара. Поэтому я доллар-франк, мы очень сильно вот здесь закупаем. Закупали его в районе 0.85-0.50. И, в принципе, кто его раньше не покупал, я бы дальше его рассматривал на покупку, даже если он будет снижаться. Обязательно, конечно, со стоп-лоссами за вот этот уровень. Потому что, если его проваливаем, или это вынос, или там дальнейшее сильное падение. И если переходить на фунт-доллар, то фунт-доллар, вот это движение, которое у нас длится последнюю недельку, если брать там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 дней, я думаю, что с него мы должны, по идее, в ближайшие дни сильно провалиться. Поэтому спекулятивно фунт, шорт, евро уже, в принципе, вот я вчера говорил, что, скорее всего, будет дальше падать, учитывая доллар-франк. У меня еще было на прошлой неделе несколько попыток покупок евро с коротким стоп-лоссом. Я думал, что новости поломают рынок, вот как было, в принципе, на предыдущих коррекциях. Вот эта коррекция 1, и, допустим, вот здесь, я помню, тоже такая коррекция. И, скажем, на новостях ломалась коррекция. Но эта коррекция уже слишком затянулась. И сейчас у меня уже под вопросом стоит ожидать там по евро 1,15 и по индексу доллара там ниже 100. Это уже под вопросом. Я не говорю, что я отменяю этот такой среднесрочный прогноз, но я пока слежу за ситуацией. И по факту говорю, что покупок пока по евро не вижу, как и по фунту. Если они появятся, нарисуем, тогда будем говорить. И тоже вопрос, это будет коррекция к этому падению или новый рост. Возможно, как ты отметил, нонфармы в начале ноября, возможно, поменяют ситуацию. Скорее всего, я думаю, они плохие. Но до этого еще две недели. Вот так как-то. Виталий, спасибо тебе за анализ. Ну что, давай тогда наблюдать. Через неделю, как всегда, подведем итоги. Поговорим уже о ЕЦБ. Какое фактическое решение они примут. Будут ли пересматривать там прогнозы по инфляции. Очень важна также понимание дорожной карты, будучи изменения процентной ставки. Тоже интересно посмотреть, где закроет рынок фондовый рынок США в неделю. Еще рынок нефти. Ну, этих инструментов мы с тобой коснулись. Поэтому дело теперь за малым, за самим рынком. А мы просто продолжаем наблюдать. Виталий, еще раз тебе спасибо, что нашло время. Тебе тогда прибыльных, успешных торгов в рамках оставшихся дней этой недели, как и нашим подписчикам. До встречи. Ну, пока, удачи. Пока.